Лепестки роз уже много веков используются в народной медицине и косметологии. Многие ведущие косметические фирмы добавляют эфирные масла и вытяжку из роз в свою продукцию. Ну а мы сегодня своими руками сделаем средства по уходу за кожей и волосами. И будут они ничем не хуже дорогущих магазинных. Засыпаем в емкость 1 столовую ложку измельченных розовых лепестков и добавляем к ним сушеную ромашку, тоже 1 столовая ложка. Если же у вас уже созрела молодая ромашка, то можно добавлять и свежие цветы. Заливаем смесь кипятком и настаиваем в течение 1 часа. После процеживания получается нежная, очень ароматная жидкость, которую с успехом можно использовать как лосьон. Смачивайте в ней ватный тампончик и протирайте кожу лица дважды в день. Это очистит кожу, сделает ее более свежей и устранит воспаление, раздражение, шелушение, а также небольшие прыщики и пятнышки. Этот же отвар можно использовать и другим способом. Ополосните им волосы после мытья и они сразу же станут более мягкими и блестящими. Жасмин способствует регенерации кожных покровов и улучшает их защитные функции. Ну а в солнечное жаркое время года он предохраняет нашу кожу от ожогов. Регулярное использование средств, которые содержат жасмин, отодвигает старение и делает нас вечно юными и красивыми. Лепестки розы и жасмина потребуются в соотношении 2 к 1. Розы в 2 раза больше, чем жасмина. Укладываем листья в баночку. Выглядит это очень красиво, ну а аромат просто непередаваемый. Берем 50 мл спирта и заливаем лепестки. Добавляем столько же воды, артезианской, либо минеральной, без газа. Закрываем крышкой и отправляем в холодильник на 1 неделю. Лосьон из розы и жасмина сделает вашу кожу чистой, гладкой и сияющей. А его чарующий аромат улучшит настроение и снимет стресс. Розы обладают огромным количеством полезных свойств для кожи. Поэтому косметологи рекомендуют делать из лепестков питательные маски. Для универсальной маски, которая подходит для любого типа кожи, измельчаем 3-4 бутончика роз. Укладываем в емкость и заливаем минеральной водой. Вода должна быть не газированной. Оставляем на полчаса. После процеживания получается розовая вода. Добавляем в нее овсяные хлопья. И вымешиваем до однородности. Когда все компоненты превратятся в густую однородную кашицу, маска готова. Наносить ее можно не только на лицо, но и на шею и зону декольте. Держать 15-20 минут. После чего смыть теплой водой. Розу легко можно комбинировать и с другими цветами. Например, бузиной. Цветки бузины богаты биологически активными компонентами. Такими как флавоноиды и сапонины. Она укрепляет стенки сосудов и делает их более эластичными. А в сочетании с розой ее омолаживающий эффект многократно увеличивается. Одна чайная ложка бузины. Столько же измельченных розовых лепестков. Одна чайная ложка пищевого желатина. Если у вас нет аллергии на мед, то добавьте пол чайной ложечки меда. Благодаря тому, что в нашей маске сохраняются целые лепестки цветов, она очень густая и имеет не только омолаживающий, но еще и скрабирующий эффект. Роза и пион считаются одним из самых эффективных сочетаний. Пион успокаивает, увлажняет, регенерирует кожу и делает ее более устойчивой к воздействию внешней среды. Измельчаем лепестки розы и пиона в равных количествах. Добавляем столовую ложку сметаны. Эта маска наносится только на 10 минут, после чего смывается либо заваренным зеленым чаем, либо минеральной водой. При регулярном применении она полностью устранит сухость, шелушение и ваша кожа станет гладкой и нежной. Для тонуса кожи, для ее упругости и свежести рекомендуется делать кубики льда или ароматный розовый лед. Полстакана лепестков залить одним стаканом крутого кипятка и настоять в течение суток. Разливаем формочки для льда и отправляем в морозилку. Кубики льда с розовыми лепестками – любимое средство от морщин многих супермоделей и звезд Голливуда. Лучше самой дорогой косметики снимут отеки, сузят поры и улучшат цвет лица. Протирайте ими кожу по утрам и не вытирайтесь, чтобы розовая вода как можно лучше питалась. А в следующий раз я расскажу вам о том, как сделать самый вкусный и полезный цветочный чай. До встречи на канале Лекарства с грядки. До встречи на канале Лекарства с грядки. Субтитры создавал DimaTorzok